всем привет это каштанов добро пожаловать на мой канал сегодня мы посмотрим видео под названием феномен казахов 3 выпуск видео я смотрю на канале алга петербург хотел бы сказать хотел бы выразить этому каналу огромная благодарность за проделанную работу эти видео очень интересно смотреть два видео я уже посмотрел из этой подборки они также есть на канале ну как бы я их относительно недавно записывал так что на чуть-чуть вниз пролистайте там посмотрите кто желает соответственно а сейчас я вот хочу посмотреть как бы уже третий выпуск из этой подборки но называется вот феномен казахстана квн сабуров мусагалиев каенбаев воля светлаков в стендап комедий клаб здоровье лар и и бабки лар всем бабки лар и казахстан в творческом смысле всех рвет с того момента как мы познакомились с димашем мы стали сильно интересоваться казахстаном казахстан в тренде в самых разных областях как казахи так мы хвалим за 100 казахи казахи потому что нам всем очень не хватает привет друзья сегодня мы с вами поговорим еще об одной сфере где казахи добились успеха эта сфера юмора кстати сегодняшний выпуск будет очень интересным поэтому вы сразу можете поставить лайк youtube очень любит вашу активность и будет предлагать это видео другим людям а это же круто разве нет ведь я вижу очень много комментариев и я заметил что из казахстана на нашем канале всего 60 процентов а еще 40 процентов зрителей это люди со всего мира и специально для них мы вручную готовим субтитры на самых разных языках мира так что вы можете дать шанс другим людям также узнать о казахах и о казахстане с помощью ваших лайков ну а теперь к теме ролика я с детства помню что его родители смотрели квн и я с ними тоже смотрел и мне запомнилось что почему-то казахи очень смешные и наверное даже можно сказать что в мое первое знакомство с казахами было именно с помощью квн квн расшифровывается как клуб веселых и находчивых для игроков это соревнования собственном остроумии для зрителей это приятное времяпрепровождение и удовольствие от гормона счастья который вырабатывается при смехе но для нас с вами для исследователей феномена казахов это возможность посмотреть на феномен который мы изучаем через призму юмора которая между прочим позволяет сделать очень много выводов ведь чтобы шутить хорошо нужно обладать большим умом и быть настоящим психологом и чтобы делать это со сцены перед камерами это нужен еще и артистизм и харизма нужна свобода тела и духа и конечно же невероятная работоспособность и трудолюбие так что за тем что мы видим на экранах наших телевизоров или смартфонов стоит большая работа поэтому предлагаю срочно разобраться как у казахов получается совмещать себе столько разных талантов одновременно конечно некоторые могут сказать подождите подождите почему тогда казахи не чемпионы должны же были быть регулярными чемпионами в кв вот и я не знаю вроде бы всегда выглядели очень уверенно а чемпионами стали один раз 2017 году ну правда можно сказать что еще наши казахи это команда камазяхского края в 2015 году стала чемпионами при этом я помню что в финалах обычной команды эти очень обидно занимали вторые места потому что я очень хорошо помню как они выступали и мне казалось что они вполне достойны чемпионство кстати несмотря на то что команда из казахстана не были чемпионами многие квн щеки великолепно высказываются о казахах наверное сказалось и то что они вместе играли в квн на самом деле у меня сейчас причин для того чтобы приехать в казахстан намного больше чем просто бизнес здесь серьезный школу юмора всегда были в кого и не представлены казахские команды всегда во всех остальных юмористических передачах почти в каждом выпуске кто-то есть из казахстана это ребята которые показывают классный уровень а еще мне кажется знаете вот наверное какая отличительная черта казахских юмористов жизнерадостность казахи все очень веселые мне кажется в этом главное отличие главная фишка друзья теперь хочется поговорить о том что лица тех ребят которых я в детстве видел по телевизору которые меня смешили когда я был маленький сейчас занимают очень высокие должности или становятся очень уважаемыми людьми многие из них добились больших успехов и самореализовались давайте на их примере рассмотрим феномен казахов в юморе и начну я с нурлана коэнбаева нурлан нагуманович коэнбаев казахстанский продюсер телеведущий и актер капитан команды квн казахи и астана . кейз ведущий телепередачи тунги студия до нурлан коэнбаев на телеканале казахстан генеральный продюсер и исполнитель главной роли фильмах бизнес по-казахски в америке каникулы в таиланде бизнес по-казахски в африке и телесериале узельмес умит основатель кинокомпании кастелепродукт нурлан очень успешно выступал квн настолько успешно что в 2003 стал лучшим квн щеком в казахстане в 2006 уже и в россии его фильмы очень популярны как в казахстане так и за пределами их легко смотреть и они оставляют море позитивных эмоций а его вечернее шоу это наверное главное шоу в казахстане я имею ввиду развлекательное вечернее шоу также как у нас например вечерний орган для всех супер звезд попасть к нурлану на его шоу очень круто и престижно но во всяком случае так видно с расстояния с санкт-петербурга но если вдруг и ошибаюсь я знаю друзья что вы меня поправите я знаю что в этом я могу на вас положиться в это прекрасно делаете сразу же пару слов хочу сказать и о турсунбеке кабатове он играл в одной команде с нурланом а в 2018 открыл театр комедии и сатиры в астане и его сольный концерт который вышел в эфир под новый 2020 год собрал уже 4 миллиона просмотров ссылка как всегда в описании я уверен что вы друзья прекрасно знаете что в команде камазиакского края прекрасно выступал казах азамат мусагалиев азамат тахирович телеведущий юморист и актер он капитан команды квн сборная камазиакского края азамат тахирович начал играть в квн еще со школы и когда стал студентом даже организовал свою собственную команду с которой гастролировал по россии несмотря на то что его команда квн сборная камазиакского края стала чемпионом в 2015 году его телевизионная карьера началась на год раньше в 2014 тогда азамат мусагалиев стал участником шоу чувство юмора на первом канале в том же году дебютировал в шоу однажды в россии на телеканале тнт в 2015 стал ведущим развлекательного шоу где же логика на канале тнт 2018 был судьей проекта на телеканале тв3 все кроме обычного а в 2020 стал ведущим шоу музыкальная интуиция на телеканале тнт также азамат успешно снимался в кино и сериалах например в очень популярном сериале интерны где сыграл тимура борисовича алабаева врача терапевта в 2018 сыграл ведущего шоу ударь бузову звучит очень интересно я знал олю в детстве мы росли в одном дворе и я к ней очень хорошо отношусь потому что она молодец она всего сама добилась и за это ей огромный респект но наш фильм сегодня не обузовы поэтому я надеюсь что вы простите мне такое лирическое отступление итак азамат в 2019 году играет фильме толя робот а в 2020 фильме холоп появляется в роли хана про азамата хочу сказать что он очень талантливый актер очень серьезный умный человек но самое главное это то что он настоящий лидер он не просто собирает вокруг себя людей он помогает им расти вместе с собой и это по-настоящему говорит о нем как об очень мудром человеке одному вырасти невероятно сложно я думаю что даже невозможно это настолько сложно что я даже не могу представить сколько сил потратила оля бузова на то чтобы на нее подписались 23 4 миллиона человек а на самом деле таких умных грамотных и порядочных людей как азамат тахирович сейчас тяжело встретить среди популярных комиков и он наверное один из немногих кому по правде стыдно за мат или нецензурные выражения которые иногда становятся основой некоторых юмористических передач так как у таких передач огромное количество подписчиков нужно вспомнить и еще одного квн щека из казахстана нурлана сабурова да несмотря на то что он стал популярным благодаря его выступлением на телевидении в жанре стендап он играл в квн во время учебы в университете конечно он не выступал высшей лиги но все равно я думаю этот бесценный опыт внес вклад в его сегодняшний успех и джоу в него с его участием моментально набирает миллионы просмотров и как бы мы не рассматривали культуру юмора в них такая популярность говорит о том что он нашел ключ и подход к молодому поколению а это очень непросто кстати так как мы заговорили о юморе о стендап надо сказать что есть классные ребята из ирины кайратовны мы можем отдельно разобрать эту тему если вам будет интересно тема стендапа тема рэпа тик тока спорта и компьютерных игр тоже очень интересно для меня поэтому буду рад рассказать вам об этом кстати о феномене казахских рэперов я уже готовлю сценарий так что ждите еще один казахстанский комик о котором тоже нужно сказать потому что раз уж мы затронули тему рэпа и стендапа обязательно нужно упомянуть евгения чеботкова его вы все прекрасно знаете потому что вы уже наверное посмотрели первую часть о феномене казахов но все же скажу евгений молодой и популярный комик нового поколения он невероятно талантлив и разносторонен и кстати недавно он даже дал сольный концерт в дубае у него большое будущее и с таким огромным талантом ему надо быть очень внимательным и требовательным к себе ведь в конце своего пути его совесть обязательно его спросит а правильно ли ты распорядился талантом который был тебе выделен в этом мире сложно сейчас говорить в жизни жизнь по всякому поворачивает мало ли мало ли чего ладно на самом деле все будет окей у евгения я уверен у него еще все впереди и перейдем еще к одному интересному участнику квн это нуртаса дамбай нуртаса боевич это комедийный актер шоумен режиссер продюсер и сценарист выступал высшей лиги квн за команду астана.кз известен по ролям скетч комах кзык радиосы наша кзаша к изландия основатель кинокомпании нуртас продакшн лично мне очень нравится смотреть его фирмы и я их всем рекомендую друзьям а тем кто их смотрел они нравятся я не знаю как к нему относятся в казахстане но интересно как вам его фильмы мне кажется что нуртаса боевича можно сравнить с нашим леонидом гайдаем ну авансом конечно же вы где так подмазываться хорошо научились друзья это все известные комики которых я смог найти в интернете если вы тоже кого-то знаете о ком обязательно стоит упомянуть напишите в комментариях и я постараюсь сделать еще одно видео о юмористах из казахстана мне кажется что обязательно надо выделить то что у казахов совсем нет комплекса который есть у большинства людей которые родились советском союзе комплексом быть смешным быть не таким как все а казахские юмористы гнут свое и побеждают себе комплекс а может быть он у них совсем отсутствует а как можно этого добиться я думаю только от пивор снова на трудовую шутить это очень сложно а тем более шутить хорошо и каждый день по-новому возможно даже квн сильно помогло тем что не давали успеха да все казахи стали сильнее все получите по моему мнению любой свиньи много недооценили жюри казахские команды но сейчас это уже не важно важно то что выходцы из квн ворвались мир юмора находится на лидирующих позициях и открыли дорогу молодым талантливым артистам наверное элементы айтыса помогли казахам развить ум красноречие и остроумие так что моим выводом и напутствием будет пожелание не расслабляться так как казахи в тренде им нельзя останавливаться нужно работать еще больше если есть желание сохранить позиции надо быть примером всем остальным а это огромная ответственность да такое красивое спокойное видео но тут он сказал да казахам нельзя останавливаться потому что они в трендах да ну соответственно это и другим стимулом русским украинцам белорусам всем 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 кто так или иначе живет в постсоветском пространстве если что что касаемо юмора да и вообще то есть как бы надо держать марку и быть более менее как сказать наравне чтобы была вот эта вот конкуренция по поводу видео но такое опять же говорю спокойное видео вот эти вот персонажи с квн да практически я всех тоже знаю в свое время смотрел за исключением вот последнего актера но но если честно такой особо неизвестен я так понимаю широкой аудитории а вот первые это прям вообще их в россии все знают любят соборов это вообще топ из топов до в последнее время до слез смеялся над его стендапами так ребят хотел бы сказать еще раз спасибо каналу алга петербург всегда эти видео приятно смотреть ребята вы пишите в комментариях все что вы думаете по моей реакции вообще в целом по этому видео напишите в комментариях на какое видео сделать реакцию все комментарии читаю рано или поздно сделаю реакцию на каждое видео на которое вы пишите комментарии так давайте ребята все всем пока подписывайтесь на канал удачи а